Я умру для мира Как вы думаете, почему Михаил Юрьевич Лермонтов с тревогой всматриваясь в лица современников В середине первой трети девятнадцатого столетия произносил свои грустные слова «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно», что не давало ему повода для оптимизма. Думаю, что, вглядываясь в лица Печоринах и Онегинах, русских дэнди-лондонских, он подмечал одну характеристическую черту – изнеженность, расслабленность. То, что сегодня у молодежи двадцать первого столетия, называется релаксом, стремлением оторваться от жизни и уйти от ее жестких требований, которые она предъявляет каждому разумному гражданину общества. Виноваты в этом отчасти мы, родители, которые сегодня озабочены только одним, как бы развлечь ребенка, не позволить ему собрать воедино душевные чувства, как это бывает в час чтения или размышления. Мы подсовываем нашим детям чуть ли не с колыбели, с манежей, электронные игрушки, так называемые развивающие, на самом деле одуряющие игры. Мы думаем о том, как организовать их досуг, сбиваем им режим питания, постоянно подсовывая сэндвичи, хот-доги и прочую невидаль. У нас под руками растут метрофанушки, которые не хотят ни учиться, ни жениться. Борчуки, наивно полагающие, что картошка растет на ветвях клена, что морковки сыпятся с неба вместе с дождем, не приспособленные к жизни, а самое главное – полагающие, что вокруг них вращается хоровод звезд, что они являются центром Вселенной и пупом Земли. Что получаем в сухом остатке, под знаменателем? Получаем детей, у которых переходный возраст затягивается до 45 лет. Мы сталкиваемся с таким умонастроением и ментальностью, что человек не понимает его счастья в служении, в самоотдаче. А если он и напрягает душевные и телесные силы, то только для того, чтобы удовлетворить своим низменным страстишкам. Однако, чем более он осуществляет свою цель, часто, тем грустнее и печальнее становится чадо нашей любви. Давайте-ка вместо этих меланхолических речей обратимся к Акафисту Иисусу Сладчайшему и найдем там такие замечательные слова. «Иисусе – крепость высочайшая». Иисус явил нам силу и крепость, явил нам глубину самопожертвования, зенитом которого самопожертвование стало воле распятие на Голгофском кресте. Несколькими днями ранее Господь в Гефсиманском саду беседовал с Небесным Отцом и как человек просил укрепить своего родителя для последней схватки с силами тьмы. И павший Ниц молился так, что капли пота, выступившие на его челе, были похожи на кровь. И явился ему ангел Господень, по преданию это был архангел Гавриил, имя которого переводится как «крепость Божия», и укреплял его в этом борении. Спаситель допустил до себя эту немощь, чтобы влить в нас, в каждого из нас, в самые тяжелые и трудные минуты бытия силы к преодолению немощи и страха, расслабления, так, чтобы каждый из нас, как воин, оказался в силе духа в последний заветный час. У Христа Искупителя мы и должны черпать ту крепость, о которой прекрасно говорил царь и пророк Давид в одном из своих псалмов. Господь крепость людям своим даст, Господь осенит людей своих миром. Крепостью именуется действие божественной благодати в уме и в сердце, в душе и теле человека. Вот почему так важно с детских нежных лет, крестив младенца, приобщать его тайнтам и всего прежде божественной Евхаристии, причащать святых христовых тайн малышку, так, чтобы, встав последствии на ножки, войдя в отроческое и затем юный возраст, возраст возмужания и зрелости, вплоть до старости человек, на челе которого начертано имя Христово, черпал эту божественную благодать, силу, крепость в лоне Матери Церкви и никогда не изнемогал в несении своего личного креста. «Не остави меня, Господи, внегда оскудевать у крепости моей, не остави меня, учит нас молиться царь Давид, потому что годы немощи, годы старческого расслабления будут преодолены христианином, если он в течение всей жизни накапливал в душе искры Духа Святого, если в единении с Господом, в тайной молитве, в делах любви и милосердия, он обретал ту мужественность, ту силу, которые делали его победителем над ударами, земными испытаниями, помогли ему сохранять расправленные плечи, помогли ему смотреть в лицо жизненным испытаниям с открытым забралом. Говорят, что источник внутренней крепости, которая позволяет нам сохранять ясный ум и мирное сердце, избегать тревоги, паники, страхов, пресловутых панических атак, это молитва, молитва, призывающая имя Господа Иисуса Христа крепости высочайшей. И действительно, если мы в глубинах сердца произносим это божественное имя с благоговением, покаянием и любовью «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, грешного». Если во многолюдстве, в суете земной сокращаем эту молитву до трех слов «Иисусе Христе, помилуй, Иисусе Христе, помилуй», то Бог дает своему ученику совершенно иные способности и силы. Ведь что ни день, а испытания и приключения ждут нас на каждом шагу. Женщина, разрешающаяся от бремени, лучше, чем кто бы то ни было, понимает, сколько ей мужество и сил потребны, чтобы дать ребенку жизнь. Воин, которые охраняют пределы Отечества, оказавшись в горячей точке. Как ему совладать с самим собою, преодолеть страх и малодушие, выполнить боевой приказ отстоять честь мундира. А сколько опасностей подстерегает обывателя в больших городах, когда на автобаме вдруг водитель в форс-мажорных обстоятельствах должен принять во мгновение ока единственное правильное решение. Паника на корабле – это самое страшное, что только может возникнуть в критической чензе. А в домашних условиях, когда вы видите, что ваше слово не достигает цели, дети вас не слушаются, потому что не слышат, когда ваша половина, самый близкий и любимый вам человек вдруг помрачается обидой и раздражительностью, по слову упомянутого нами Михаила Юрьевича Лермонтова, мне грустно, потому что весело тебе. Как остаться человеком? Как не начать скользить по наклонной плоскости? Как не изменить самому себе и остаться верным вечному нравственному закону правды и любви? Слаб человек, немощный человек. Чем более мы живем, чем более жизнь испытывает нас, тем больше убеждаемся, насколько слабы наши колени, как легко нас выбить из седла. Где обрести точку опоры? За кого держаться? Где внутренние ресурсы, которые позволили бы нам не уклоняться ни направо, ни налево, но сохранить поступательные движения, быть оплотом хотя бы в собственной семье, спокойствия, рассудительности, порядка, красоты, чести, честности, долга, любви? Ответ на это один. Господь Иисус Христос, Его божественная крепость, Его благодать, которая льется золотыми лучами, пронизывает ум и сердце христианина, едва лишь только Он войдет под своды родного храма, едва лишь Он примет участие в общей молитве, едва лишь раскроет сердце в таинстве покаяния, удостоится причащения святых, животворящих христовых тайн, а главное – сохранит на всяком месте и во всякое время сохранит искорку сокровенной молитвы. Господи Иисусе Христе, укрепи меня, малодушного, Господи Иисусе Христе, подыми меня упавшего, Господи Иисусе Христе, даруй мне силу, ибо я изнемогаю, имя Тебе – любовь, умири меня немощного, имя Тебе – крепость, восстави меня слабого, имя Тебе – свет, просвети меня омраченного. И иного рецепта никто нам не предложит, как только даст, батюшка это должен сделать по сану и по собственному примеру один совет. Старайтесь, дорогие друзья, и утром, и днем, и вечером, как дитя с доверием и любовью, обращаться к Спасителю в тайной молитве, а Он нас не презрит, услышит, благословит и осенит нас крыльями надежды, крепости и любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова